Наша партия, мы хотим, чтобы так было и раньше, это власть народу. Хотелось бы, чтобы все предприятия были тоже народные, как это было при Советском Союзе. Мы все-таки жили. Чтобы они работали, не стояли. Это была у партии Советского Союза, когда вот это все вот так вот стало. И вышла замуж, приехала сюда, я сама Николаеве родилась. А вышла замуж здесь, вот проживаю. И с первых дней, с февраля месяца, мы вместе с нашей Луганской гвардией, мы стояли в этих палатках, мы стояли под этим дождем, под снегом. Мы брали все это, мы брали одну администрацию, вторую администрацию, мы брали. Мы стояли плечо в плечо с мужчинами. Мы ночью напролет стояли под СБУ, в этих бочек дымящихся, горящихся. Мы держали это, вот эту оборону. Когда к нам приехали из Киева, ОМОН и окружили нас. Мы стояли, мы стояли с живой цепью. Мы брали со дороги, мы стояли. Мы не сдвинемся с места, мы не уйдем отсюда. Потому что мы не хотим той власти, которая пришла. А вот все-таки само нам не совсем нет. Это ведь был уже не Беркут, да? Но они обошлись. Были же, когда пришли, пришли. Да, был и Беркут поначалу. Назву Беркут, когда мы выбрали из БУУ. Мы видели у вас там надписи слова Беркут. Я беседовала с этим парнем, с Беркута, который стоял в Киеве. Чтобы были мои какие слова. Он рассказывает, показывает свои ожоги, показывает свои ранения. Я ему только одно сказала, молодой парень. Я говорю, сынок, вы знаете, я говорю, я могу быть за всех матерей скажу, что так очень сейчас не стыдно перед вами за то, что мы очень долго молчали. Он мне сказал, почему же вы так долго молчали. Вообще-то настоящие коммунисты не молчали. Они практически сразу сказали еще при Горбачеве, что капитализмом в социализм не лечат. Но таких набралось в циклах. Одно в треть. И вот я же говорю, что они, ребята, когда встали, постояли, они все с троем ушли. Поняли? У нас даже с Винницей милиция была. Когда мы взяли нашу обл-раду, они с троем вышли, взяли у нас георгиевские ленточки, мы их сняли с себя, дали им георгиевские ленточки, и они все вышли. Мы стояли, почему? Почему стояли женщины? Почему стояли люди, которые было много присланы к нам с Гиева, нас окружили, мы там на парк, и вот это было все в окружении. Они с автоматом не ходили. Мы, женщины, нас призвали что? Сразу построили баррикады, мы ходили, собирали бутылки для коктейля Молотова. Все это было, и у нас очень было много просто женщин, которые поддерживали наших ребят, наших сыновей. Вот, и почему вы же те, чтобы вы меня видели, много, неоднократно на техниках мы выступали и говорили, и призывали людей. Да, было инакомыслящих очень много, очень много, которые не согласны. Они сейчас есть, они сейчас есть. У меня вот соседка, соседка, так она прям, таким была ярым националистом, она, и она прям в лицо, как людям плевала, что вы, да что вы, так кто-то, кто-то пришел к власти, а людьба, мол, пришла к власти. Их нету до сих пор. Они как сыночек, их оказывается, помогал. Я была в окружении тоже. Вы, так получилось, что я с Луганска, выехала у нас в поселок из Красный Яр. И как раз приехала, я туда, там, у меня, в леднии домик такой, у нас взяли в окружении. Мы целый месяц были под оккупантами. Целый месяц. Все это в глаза мы видели, как они разбивали дома, как они разворовывали, как они воровали, тащили все. Вот детские коляски, детские велосипеды. Подошли к домам, ходили воровали, любили. Подошли к детскому, дом стоит такой, в двухэтажный, подвалу есть кто, люди в подвалах сидели, боялись, потому что блажка такая, молчат. Они шуганули туда гранату, взорвались люди в подвале, к другому подвалу подходят, люди услышали взрыв и откликнулись. Они говорят, хорошо, что вы, говорят, откликнулись. Вот бы одни уже молчали. Или по домам уходили, вот моя подруга живет в поселке Лотикова, и там, короче, дома, вот их заходили, солдаты, и, короче, это, и заходили, и воровали. Пустой топ, потому что все люди подбежали, и бомбили все эти, и воровали домой. Породюс, это вообще обычно, лично. Войне, и те люди, которые по-другому мыслят, они до сих пор не поприезжали. Они по уезжали туда, во Львов живут, во Львове. Они слишком сладко, судя по, даже по ту же приступу. Да, 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 потому что вы знаете, что хочу сказать, даже в нашей Луганской области, с Красного Яра, когда пришли туда национальные шпайска, пришли туда у Красный Яр, они предоставили машины на вакуацию. Вот, люди по выезжали, но когда они поехали на другие территории, и начали говорить. Вот, о чем сюда вы проезжали сепаратисты? Террористы сепаратисты. Какой же террор мысль творится, то, что мы высказали свое мнение, то, что мы по-другому мыслим, чем люди, которые стояли на Майдане. Вот наша вина в чем? Что у нас просто другое совсем понимание и отношение к этой власти, которая пришла.